Ребята, всем привет! Я Вика Виноградова, это канал с рецептами для лентяев. Ну что, россияне, по домам сидим, самоизоляция у нас, ну, куда деваться. В общем, остается только есть, ну, и убирать квартиры. Будем после карантина такие все жирнуки и в чистых квартирах сидеть. Ну, естественно, у нас многие, помимо того, что сами готовят, еще и еду на дом заказывают. Я тоже не исключение. Но, ребят, что зря гонять курьеров? Они и так сейчас, мне кажется, уже с ног сбили с этими заказами. Если какие-то вещи можно приготовить самим. Например, вот эта пицца. Есть такая сладенькая, вкусненькая пицца. Она такая кисло-сладкая, с брусничкой, ананасом, сгущенкой. Штука потрясающая. И вот эту штуку проще самим приготовить, чем дождаться, когда ее курьер привезет. Она очень простая в приготовлении. Сейчас покажу рецепт. Ну, а прежде, пара слов о спонсоре сегодняшнего видео. Это кулинарный канал Есеника. На этом канале публикуются простые и при этом невероятно вкусные блюда. Все они готовятся легко и быстро. Ужины за 20 минут, ленивые хачапури, вкуснейшие супчики, салаты, закуски, выпечка. Ролики короткие, понятные и сняты превосходно. Замечательная палочка-воручалочка, когда не знаешь, что приготовить на ужин или как порадовать гостей. А обязательно подписывайтесь на канал Есеника, чтобы у вас под рукой всегда были такие аппетитные рецепты. Ссылка на канал в описании под видео. А мы возвращаемся к нашей сладенькой пицце. Взяли магазинное слоеное тесто, дрожжевое. Немного его раскатали, тонким делать не надо. Просто чуть-чуть так его расплющили. Сделали вот такую вот, ну, кривую косую основу для нашей пиццы. Можно было бы, конечно, сделать ее круглой, но... А зачем себе жизнь усложнять, правда? По краям легонько так вот провели, чтобы сделать окантовку. Ну, это будет что-то типа бортиков. А сейчас, внимание, номер выполнен профессиональными каскадерами. В домашних условиях не повторять. Сказывался, который там уже не помнит день самоизоляции дома. Вик сходила с ума как могла. Выкладываем консервированные ананасы. Между них замороженную бруснику. Она практически в любых супермаркетах продается. И отправляем в духовку на 20 минут. Кошмар, ребят, правда. Я не знаю, как вы у меня справитесь. Если вы сможете повторить этот рецепт, меня все понесло. Через 20 минут вытащили, полили сгущенкой. И можно есть пирог кисло-сладкий с легкой горчинкой от брусники. В сочетании со сгущенкой. Ну, это бомбически вкусно. Кайф, да? Быстро. Просто главные продукты, которые очень долго хранятся. Ты их набрал, и они у тебя потом месяцами лежат. Можно как раз в любой момент достать. Так вот, быстренько, например, к чаю что-нибудь захотелось. Ну, или перед приходом гостей внезапных. Если они когда-нибудь еще придут в вас когда-нибудь. Будем оптимистами? Придут. Мы в это верим, да? В общем, вот такой простой рецепт. Я надеюсь, я смогла вас заразить каким-то хорошим настроением, позитивом. Ребят, держитесь. Скоро выберемся. Все будет прекрасно. А у меня на этом все. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Всем хорошего настроения. И пока. Знаете, я просто хочу пламенный привет передать составителям рецептов. Читая, в общем, в интернете рецепт. А там написано, что нужно вот эту бруснику, чтобы она сильно сок не давала, такой он был сок более сконцентрированный, посыпать крахмалом. Ну, как бы я посыпала. Достаю из духовки, оно у меня все беленькое, оно у меня все вот никакое вообще. В итоге первый вариант просто в усмерть залила сгущенкой, чтобы это как-то безобразие скрыть. Надеюсь, потом это все-таки не с чаем как-то осилю. Не знаю, как это будет по вкусу. Но на вид это было так себе, правда. А, да, а я же не попробовала. Сейчас. Кошку. Иди дома, детка, сиди дома.